Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как обычно, в пятницу в это время мы подводим итоги недели. Она, как обычно, получилась весьма бурной, в том числе и на международной арене. Сейчас на прямой связи у нас Янис Юрканс, всем нам хорошо известным. Известный господин Юрканс, добрый день. Добрый день. Да. Ну, может быть, начнем с событий за океаном. Соединенные Штаты действительно давно не было таких бурных протестов. Как вы все это оцениваете? Потому что тут же появились разные предположения, кто подогревает страсти. Какие-то марксистские группировки, СОРОС и так далее. Вот как вы все это оцениваете? Я думаю, что все эти противостояния и расовые беспорядки в Америке, они, во-первых, повлияют на результат выборов своего резидента США. Думаю, что после всего этого, конечно, будут существенные изменения в законодательстве страны, что касается демонстраций, применения силы, полицейских, национальной гвардии на улицах и так далее. Но что самое опасное, я думаю, что приведет это все к еще большей такой культурной конфронтации общества, разобщению страны. Потому что вот эти беспорядки – это не против расизма вообще, а против черных и черные против белой власти. Вот это то, что сейчас происходит. Это не есть противостояние демократы или республиканцы. Это не политическая борьба. Это вот именно борьба черных против белой власти. Но, в общем, все то, что происходит, напоминает 60-е годы, когда президент Кеннеди применил национальную гвардию, чтобы черные дети могли войти в школы. Но ничего же не изменилось, в принципе, по большому счету. Потому что вот этот антирасизм гуляет по Америке. И к чему он приведет? Приведет ли он к тенденции ситуратизма? В Техасе об этом говорят, в Калифорнии тоже об этом громко говорят. Но, в принципе, в чем вся проблема сегодня? Самая большая проблема в том, что это на фоне предстоящих выборов президента США. И вот именно тенденция или желание Трампа еще раз завладеть Белым домом на 4 года, она заставляет делать его разные непристойные и политически неграмотные зигзаги. Эти зигзаги, они, конечно, сказываются не только на внутреннюю политику США, но и, конечно, на международную политику. Трамп в бешенстве, он начал такую очень-очень мощную антикитайскую кампанию. Но это отдельный вопрос, скажем, Америка-Китай, Китай-Россия, Евросоюз и так далее. Чтобы не было монолога, может быть, ты задай мне какой-нибудь вопрос. Я обязательно задам, но все-таки, возвращаясь к Трампу, еще недавно, ну, недавно до пандемии и, естественно, до этих протестов, казалось, что, ну, Трамп уверенно идет к победе во второй раз, на второй срок. Но вот COVID-19, а теперь еще вторая напасть, вот эта история вот с чернокожим Флойдом, да, вот как вам кажется, это действительно снижает его реальные шансы победить? Или те, кто вот за Трампа, а это довольно-таки стабильный электорат, они продолжат по-любому за него голосовать? Я думаю, что очень многое зависит тоже от международной обстановки, потому что, ну, мы знаем, что планировалась большая семерка. И Трамп, в общем-то, выступал за то, что вот тут, мол, надо проводить эту большую семерку. И, в общем-то, он говорил, что вот большая семерка – это общество единых ценностей со свободой, правами, 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 законами, благосостояниями и так далее, и так далее. Но он вдруг изменил. Он вдруг изменил свою позицию и начал говорить, что, ну, я откладываю встречу, потому что не чувствую, что вот эта большая семерка отражает происходящее в мире. Ну, он начал говорить о том, что это очень устаревшая группа стран. Ну, и такой, столь такой крутой измене оценки роли большой семерки произошло у президента Трампа сразу после того, как канцлер Германии, Ангела Меркель, отказалась принять участие в саммите. Ну, и после этого смысл встречи исчез сам по себе, чтобы обсуждать, что обсуждать и что решать в отсутствии руководителя второй по значимости страны, конечно, бессмысленно. Ну, и, в общем-то, в принципе, вот это госпожу бундесканцлер Ангеле Меркель, в общем-то, привел к тому американский шантаж по поводу газопровода «Северный поток-2». Вот эта держава номер один, Америка, в сообществе ценностей, она повернулась в Германию с самой непривлекательной стороной. Либо ты отдаешь энергетическую безопасность. Германия в руки американских нефтегазовых монополий. Ну, и Левоша ведут против европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода, новые санкции. Ну, и вот, как мы знаем... Ну, в общем, это очень длинное тема, но отказ Меркель прибыть навстречу большинству... Это очень, да. Похоже на то, что называют хлопнув дверью перед приходом в Белый дом нового американского президента. Ждать осталось недолго, потому что немцы не хотят больше участвовать в спектакле под названием «Make American Great Again». Он дорого обходится Германией. Ну, в общем, ну и вот опять, чем ближе американские выборы, тем круче зигзаги закладывает американский президент. Ну, и тема значительная для Европы последствия этих зигзагов. Ну, вот так. Что касается действительно самих Соединенных Штатов и их позиции, вот вы уже упоминали, Китай, Россия. Я так понимаю, что конфронтация здесь будет продолжаться, особенно, наверное, в преддверии выборов и на этом, и на китайском треке, и на российском. Ну, в Китае, мы знаем, в конце мая закончилась третья сессия всекитайского собрания представителей, и она проходила, как никогда, на фоне продолжающегося обострения в американско-китайских отношениях. Ну, и, конечно, вирусно-экономический кризис. Ну, и, в общем, во время этой сессии Вашингтон повысил уровень конфронтации с Китаем. Ну, и это связано с мерами Пекина по защите общественной безопасности в Донконге. Да. Ну, Трамп на этом не остановился. Он, в общем-то, назвал, или, как можно сказать, он замахнулся на основу общественного строя Китая. Назвал власть коммунистической партии незаконной, преступной, и поэтому ожидать возобновления конструктивного взаимодействия этих стран, наверное, в ближайшее время не приходится. Потому что мы вступили в эпоху противостояния двух главных державцев сегодняшнего дня. И рано или поздно каждому придется определиться со своим местом в нем. Это правда. Так, примерно. Да, вот помните, когда мы с Вами беседовали, буквально, ну, по существу, когда только вот эта эпидемия или пандемия разгоралась, и, не знаю, такая была надежда, что, может быть, вот эта общая, не знаю, беда, трагедия, ЧП, называйте как хотите, она каким-то образом, ну, во-первых, сгладит эти международные конфликты или противостояния. Ну, я не верю в мир во всем мире, но, по крайней мере, что вот этих противоречий будет меньше, будет больше готовности к диалогу. Но сейчас я так понимаю, что вот по мере спада вот этой пандемии опять все эти вот конфликты, противостояния, все это вылезает опять на первый план, да? Ну да, я вроде как жил с таким пониманием, что внешняя политика США не очень-то влияет на президентские выборы. Но сегодня, следя внимательно за действиями президента США, кажется, что ему, ему кажется, что вот противостояние и с Россией, и с Китаем, особенно сейчас с Китаем, с которым Китай, Америка уже объявила Китаю экономическую войну, американцы уже пошли на то, что начали блокировать шелковые пути Китая. Но это же очень серьезно. К чему это все приведет, не знаю, но думаю, что Китай, Китай, в общем, очень умные, в принципе, люди, и китайцы понимают, что они могут вызвать... У них был такой один знаменитый мыслитель, Сунь Ци, который говорил, что настоящий полководец тот, кто побеждает, не воюя. Вот китайцы думают, что они победят Трампа, не воюя. А Трамп этого не знает. И поэтому вот он идет на эту конфронтацию. Придет ли это какой-то войны? Вот Гонконг, Тайвань, трудно сказать, потому что, если, конечно, Америка начнет какие-то военные действия в регионе, ну, скажем, пойдут защищать гонконгцев или Тайвань и так далее, начнутся военные действия, ну, может быть, можно отложить выборы президента. В военное время выборы не проводятся, да? Так что очень трудно предсказать, как будет вести себя вот этот, вроде как, самый главный человек в мире. Как он поведет себя против не только, скажем, Китая, России, Евросоюза, вот сейчас Германия, этот Димаш. Это очень трудно сказать. Потому что хаос старит везде, это же не только в Америке, но в Европе. Европа тоже, Евросоюз тоже набирает обороты политического кризиса, которые ставят под вопросом существования Евросоюза. Вы знаете, что Федеральный Конституционный суд Германии вынес решение о том, что с Кубкой Европейским Центральным Банком государственных облигаций Италии, Испании, еще ряда стран, особенно, которые пострадали от эпидемии, противоречит германской конституции. Ну вот, и вот это решение этого суда может сорвать план Меркель и Макрона по демонстрации европейской солидарности. Почему германский капитал выступил против усиления евросолидарности? Трудно сказать. Надо, наверное, следить за тем, а кто инициировал, какие партии инициировали вот этот процесс в Конституционном суде. Принять вот такое решение, да? Ну, неужели Германия возвращается к старым добрым национальным идеям и национальным валютам? Опять вопрос. Хороший вопрос, да. Мы этого не знаем. Ну, а для нас, конечно, для Латвича важен вопрос Евросоюза. Для нас, конечно, война в Тихом океане, она не очень... Интересно. Повлияет на нашу ситуацию, но может повлиять в плане или расстроить, или создать головную боль нашим силовикам, которые сейчас заскучали о том, что батальон НАТО покидает Литву. Вы знаете, что танковый батальон, который был размещен в Лизе, покидает Литву и уезжает в Америку. Почему это все происходит? Ну, наверное, потому что Соединенным Штатам в стране уже 40 миллионов безработных... 40 миллионов безработных... Это вообще что-то уже похоже на Великую депрессию 29-го года. Нет такого ощущения? Ну да, и вся страна пылает в протестных выступлениях. В этих условиях американцам не хотелось бы тратить деньги на разворачивание и содержание своих подразделений в Прибалтике. Ну вот они сворачиваются. Конечно, если так, опять-таки идти по вот этому пути НАТО, американцы сворачиваются. Символически это... Я считаю, да, не только символически, но реально, потому что вот мы говорили с тобой о том, что возможно противостояние американцев с Китаем, но это же все будет происходить в Тихом океане. Поэтому американцы будут сосредотачивать все свои военные силы в этом регионе. Ну, что будут наши силовики делать? Что будут принимать? Будет ли, скажем, оригинализация структуры НАТО? Евросоюза? Это вопросы, которые мы будем решать. Закончится вот пандемия. Наверное, мы будем решать совершенно новые задачи, новые вызовы, о которых мы не знали еще в конце прошлого года. Это правда. Вот возвращая все-таки к Латвии, не могу не спросить, вот, ну, ваши ощущения вот от того, что в стране происходит. Одни говорят, что вот видите, посмотрите, мы там можем быть примером, по крайней мере, с медицинской точки зрения. Но вот что касается поддержки населения, несмотря на все эти заявления о миллиардах и миллионах, которые там будут выделяться, как-то вот все-таки вот не чувствуется, что вот реально людям помогают. Может быть, я не прав. Вот ваши ощущения. Я не могу не согласиться с тем, что ты сказал, потому что я не чувствую всего то, о чем ты говоришь. Но вдаваться в какой-то анализ этой ситуации я не могу. Я только думаю, что я наблюдаю, что в Латвии, в принципе, сворачивается демократия как такова. Это наблюдается и в Шейме. Да, у нас есть все эти, вроде как, институции демократические, но это все сворачивается. Мы сейчас, даже сегодня наблюдаем на пленарном заседании. Опять все предложения оппозиции отклоняются. И вообще все, вся ситуация отдается полностью под контроль правительства. Да, потому что в Евросоюзе уже есть пример. Венгрия. Ну, там свернули демократию. И что сделал Брюссель? Ну, ничего. В Польше мы близки к тому, что там тоже сворачивается демократия по большому счету. Тоже ничего. Потому что Европа, Европа занята своими проблемами, большими проблемами. А мы это все понимаем. И у нас начинается вот то, что я сказал. И еще, что мне не нравится очень. Я чувствую, создается такой, как культ личности нашего президента. Вот я хотел спросить как раз по этому поводу. И знаешь почему? Я об этом заговорил, потому что тут недавно вышла книга основателей и восстановителей, которая посвящена 38 членам Народного Совета Латвии, которые основали латвийское государство в 2018 году, и 138 депутатам Верховного Совета, которые 4 мая проголосовали за декларацию восстановления независимости. В общем, в этой книге, там есть большой портрет Левитса, и потом... Хотя вроде он не был депутатом Верховного Совета, да? Нет, он не был. Паспортного размера этих 138 депутатов, которые проголосовали за... Кто у него сбрегнул, да. А Левит, он, в общем, как отец, как автор вот этой декларации. Но это неправда. И, конечно, я знаю, что Владимир Дозорцев написал статью о том, как Левит с Лениным нанесли бревно. Довольно остроумно и она... Обещали в Дельфию разместить, я не знаю, разместили или нет. Но, в общем-то, вот это восхваление человека, который, в общем-то, ну, окей, можно сказать, один из юристов, которые работали над этой декларацией. Но он же не... Он же не главный, он же не... Он не главный автор, и он за него не голосовал по причине того, что не был депутатом, да. Ну, да. Ну, в общем... И там очень много разных статей, которые, в общем-то, восхваляют Лавита и все остальное. Ну, это же в обиду тем юристам, тем депутатам, которые реально работали над этим, над этой декларацией. Ну, и еще там идет такая история, что вроде как... Почему он не был в Латвии 4 мая? Вроде как его не впустили в Латвию. О чем я очень сомневаюсь, потому что я тогда занимался этими всеми иностранными делами, и как-то я не помню, чтобы кто-то кого-то не впускал в 90-м году в Латвию, что вот его задержали и отправили назад. Я этого не помню, не знаю, но вот это такой факт, он вроде как вот существует, биография нашего президента и так далее. Но речь не только о нем, о тех людях, о тех вроде как... Доктора наук и консультанты, нам известная, Сармита Эллард и Карина Петерсона, вот они консультируют. Но если вы консультируете, вы поговорите с теми людьми... Которые участвовали в этих исторических событиях. Да, и да эти мнения этих юристов, которые работали, и Роман Апсетис, и Бойерс, и Плотникс, да и Годманис, и Горбунов, они же все коллективно работали, и Дозорцев и так далее, да, и Вульфсон. Это же была такая коллективная работа, правильно? Ну, конечно. Ну, и такая политическая декларация, это же не стихи, которые коллективно не пишутся. Это был очень обдуманный документ, обдуманный, правильно обдуманный документ. Обдуманный, да. Ну, вот. Хорошо, что вы... Да, хорошо, что вы... Да, да, да. Извини, ну, ладно, но он же мог что-то высказать и сказать, что, господа, ну, не так, я, да, помог, я был, но я не главный и так далее, да? Нет, вот он это все принимает как за исторический факт. Я скажу еще один такой эпизод, который меня касается. Вышла книга «Со лет латвийской дипломатии». Как ты думаешь, кто-нибудь у меня спросил, взял интервью или какую статью, как мы восстанавливали дипломатическую службу Латвии, МИД и так далее? Не слово, да? Абсолютно. Там очень много разных статей тех людей, которые в то время еще в среднюю школу ходили. И я думаю при себе, ну, ладно, но это же история, это факты. Ну, спроси. Спроси, и кто лучше меня знает о фактах тех времен. Но сегодня я живу в государстве, где факты никого не интересуют. Это касается и вот восстановителей, и основателей, и продолжателей. И как-то идем по пути, когда не факты, не правдивая история. Мы строим и учим молодежь на фальше. Это очень все плохо кончится. Да, вот раз вы уже упомянули господина Левица, вот удивительно, да, вот чрезвычайная ситуация в стране пандемии, но ведь фактически его, ну, почти не видно. Ну, не видно и не слышно, и я, наверное, понимаю вот его, и я понимал госпожу Фрейберга, которые не очень-то, их не очень-то интересовали вещи, которые происходят дома. Они больше занимаются и лучше понимают то, что происходит за рубежом. Да, это, ну, что, ну, наверное, ну, наверное, для этого нужен другой нерв. Нужно быть подлинным, если так можно сказать, подлинным гражданином своей страны, подлинным, который прочувствовал всю свою жизнь эту страну и знает реальную боль и потребности своего народа. Они по наслышке, ни по книгам, ни по наездами, да, что-то знают, что-то не знают. Ну, так оно, так оно не работает. Так не работает, да. Да. Может быть, такой последний вопрос, поскольку уже, ну, наверное, если не произойдет что-то экстраординарное, то 29 августа выборы, неочередные выборы в Рижской Думе состоятся. Вот какие ваши ощущения, какие ваши прогнозы, потому что еще до этой пандемии казалось, что называется ситуация в одни ворота, правые силы или правящие сейчас силы в стране наверняка получат власть в Риге на эти четыре года. Но сейчас уже ситуация, видимо, не выглядит столь однозначно, да? А я думаю, что они возьмут Ригу. Они сделают все демократическими, недо-демократическими способами. Они возьмут Ригу. Вот я, к сожалению, у меня такое очень плохое подозрение, что они возьмут Ригу. То есть вы никаких таких вот неожиданностей тут не ожидаете, да? Думаю, что они замахнулись и серьезно замахнулись не только на Ригу, а на власть на многие годы. Думаю, что вот эти примеры, которые мы проводили, я думаю, что это только на руку этим людям. Поэтому я... И к тому же оппозиции и в данной ситуации согласия как-то их тоже не очень-то слышно, не очень-то чувствуется, чтобы согласие очень серьезно разговаривало с населением Риги. Почему он не разговаривает? Почему нет акций? Ну да, эпидемия, да, запреты и так далее. Но в сетях вот кого я вижу, кого слушаю, это Гогземс. Он везде. Утром, вечером. Он активный, да? Да. Но я думаю, а почему бы активными не могли бы быть наши люди согласия. Ну вот, оно как-то вот так. Ну да, может быть, нет просто у первого номера будущего нет такого опыта. Я имею в виду того, кто возглавит список Виршеской Думы. Ну, это же самая влиятельная вроде и самая сильная партия, самая старая партия в Латвии. если у нее нет такого лидера, как Гогземс, который бы знал, который мы слышали интервью и чувствовали, что есть человек, за которого можно проголосовать, за которым пойдет партия и пойдут рижане. Ну, почему нет такого? Ну, вот нет. К сожалению, нет. Да. Да, вот, в принципе, да, такова реальность. Янис Юлконс у нас был на прямой связи. Большое спасибо. Большое спасибо вам.